как меня затянуло в Destiny хорошо расскажу в Destiny я попал потому что купил себе Пурустейшн А4 когда я купил себе Пурустейшн А4 первая игра которую я прошел была Call of Duty Modern Warfare или Advanced Warfare там где еще мужик этот был я забыл его Кевин Спейси играл для меня тогда это был отвал ебало просто я вообще охуел от того что бывают такие игры но потом я там попробовал мультиплеер пососал там хуёв удачно благополучно купил по-моему на распродаже новогодний это было все вокруг нового года купил GTA 5 Battlefield 4 после колды прошел GTA 5 сюжетку тогда еще не было никаких DLC хуй соседей ничего такого не было прошел сюжетку и после сюжетки вернулся обратно в мультиплеер колды поиграл еще и потом такой блять меня же Battlefield есть запускаю Battlefield а я тогда еще не разбирался вообще в батле запускаю какой-то сервак а помните там была карта я не помню ее название там в общем на каком-то плато открытая карта на фоне горы мост блять посередине и какой-то город там блять был типа деревушка разрушенная там были танки вертолеты блять самолеты вся хуйня вот захожу короче на эту карту там людей нет никого нет взял танк блять что-то поездил никого блять нет там блять чё за хуйня играть блять никого нет в пиду вышел пошел обратно в колду я тогда не понимал что я просто нашел пустой сервак и нужно было найти сервак с людьми я вообще блять ничего не понимал я был дуб дубом блять нулячий просто поиграл еще в колду потом вернулся в Battlefield блять и тут понеслась нахуй открыл для себя карту локер сервак был локер 24 на 7 и с повышенными тикетами и все пиздец так как я на геймпаде стрелять нихуя не умел это был ёбаный пиздец я уже рассказывал сегодня играл я блять там хилом аптечки блять кидал и дефибриллятором всех резал пока ну пока более-менее не научился стрелять а потом пошло блять челленджи на разные пушки снайперки там открывал помните там на m700 был челлендж по моему m700 называлась снайперка могу пиздеть там нужно было убивать челов на башне на на башнях на какой-то карте там еще завод был в пустыне как она блять называлась чат кто вспомнит короче еба шла я в батлу познакомиться с челом познакомиться с челом который был со львова сам никого не у него блять был golden бой блять 777 и что такое говорил на суржики на жестко блять суржики жил он в италии нахуй я так понимаю поехала семья на заработки забрала его с собой и вот он короче сидел там играл вместе с семьей как что у него мать была еще кто-то постоянно блять этот был пиздеж голдеж на фоне но мне было тогда похуй посидели короче мы играли в батлу и еще был чел по-моему рома блять из россии откуда-то и в общем они меня говорят блять знаешь чувак есть грит такая игра destiny горит я говорю чё за игра типа это ну блять тоже шутер к бегаешь там горит шмотки выбиваешь как варкрафт горят только шутер блять мы чё такие собрались а я скачал демку destiny я рассказывал на одном из стримов скачал короче демку бегал блять по космодрому по этой локации которую добавили сейчас вот по этой локации бегал блять делал патрули нахуй часа три наверно блять бегал делал патрули качал левел блять экспу качал но я же из варкрафта пришел не было вообще похуй на гринд вообще пах вообще похуй было я бегал качался билдь 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 патрули думал блять хули эти миссии не заканчиваются нахуй я их делать делать эти не заканчиваются потом я каким-то образом понял что они сука повторяются блять короче прилетел на tower мне почему-то тогда destiny напомнила какую-то блять корейскую сука м м а я тогда на tower прилетел на старый товар чудес не один который он был в миссии заседал он был в миссии на outbreak prime или от break перфекты блять как-то так на убрать короче миссия прилетел точно этот товар блять в демо версии бесплатной что-то походил там блять какие-то чилы блять и бегают мальчатся хуйня блек это корейская ху блять гринделка ебаная ушел обратно блять в battlefield потом эти челы подбили купить игру мы купили игру начали вместе качаться ну сюжетку проходить я всех обогнал конечно же потому что я задрот ебаный спал сутки через двое блять дрочил страйки рассказывал уже но кто-то может быть не слышал первый мой экзот который я выбил был last word он мне упал на страйке с эпик спрайм его пока что нет здесь ну на к смотрю его добавят потом я видел в анонсах на этом страйке мне упал первый год last word я пострелял из него положил блять в банк потому что ну блять чё за хуйня 8 пулек блять и рим альвер какой-то нахуй что это блять за говно блять положил короче в банк и забил на него хуй а потом оказалось что это на то время был топовый pvp экзот с которым сука все играли блять я не знал я не знал попробовал поиграть в пвп жестко пососал там хуёв первая моя карта была кстати на которой я играл в пвп это экзодус блю она сейчас пвп плейлисте есть на космодроме карта я думаю вы поняли да исход или исход как-то были голубой исход или синий исход не знака на по-русски экзодус блю короче да герезла створ падал из инграмм просто причем мне он упал из легендарной граммы у легендарной граммы был шанс что на прокинт в дотик если не пизжу короче я понял что мне он упал короче с босса грамма упал зашел к жена их наизу с блю на карту первый раз в пвп какие-то а тогда еще были коробки со спешлами не только с хэвиками были еще коробки такие сундуки на полу лежали со спешлами поиграл поссал хуёв блять какие-то челы бегают я помню я хуевал от титанов блять очень жестко потому что у титанов был овершилд типа синяя полоска хп я бегу стрю у всех блять красная полоска хп над красной блять белая а ученого блять еще синяя а потом еще какой-то блять купол ставит блять через который не могу стрелять если для себя сразу решил что пвп в этой игре ебаная помойка блять и я в пвп больше не буду играть от челов с которым я играл я услышал что типа торн имба в пвп шип он сейчас называется на русской версии я такой пацана как торн выбить горят нужно делать баунти тогда короче торн выбивался из баунтих ты приходил на tower там на tower и был такой стенд ну как айпад короче только большой такой и там ты брал баунти там были баунти сразу и вангарда и пвп по моему вот и квест на торн падал рандомно когда ты сдавал баунти вангарда легче дрочил эти баунтихи блять выпал зод на торн я сделал торн и такой блять ну сейчас буду нагибать у пвп 5 ага да нагнул проверяй блять пососал точно так же блять как и без вас без торна забил хуй короче на пвп потом вышла обнова house of wolves там где завезли испытание в ассириса первый раз и первая карта была та же что и было здесь не 21 в испании сервисах бернин шрайн пепелищина блять на русском не знаю но тогда она была немножко другая там было солнце она блять слепила пиздец как на меркурий короче вот я нашел пачку в группе вконтакте блять нашел себе пачку туда там был чел максим по моему звали ник у него альфонс был еще какой-то чел которого я ник не помню к сожалению не могу вспомнить и мы закрыли короче 70 я такой сижу блять как сейчас помню сижу перед телеком сплойка думаю блять что-то изи нахуй не почувствовал блять не ощутил закрыли на первом писи на втором перси на третьем блять так произошло мое знакомство с пвп и все с тех пор пизда блять просто пизда я сидел в этих ёбаных ассирисах каждый блять выходные в ассирис нахуй хуярыть блять летом сообщество гардиан fm тогда это еще был типичный голохорн стримила как они проходят кроту там игорь был белкин еще кто-то был и после рейда они пошли в пвп и такие блять не хватает нам короче до full а людей давайте со стрима кого-нибудь возьмем а мы смотрели короче их стрим с друзьями и друзья мои такие в чат и пишут возьмите айласа возьмите адреса ну взяли они его адреса уэл из пошел и дал всем пиздок блять помню как сейчас карта была аномалия я вот вернули вот в прошлом году с м2 дал всем пиздов и посылки блять нихуя все блять чел нормальная башет блять взяли короче меня в клан ну и все блять с тех пор так и понеслось вышел taking king потом осенью помню мы с игорем ходили в американском lfg набрали людей пошли в этот taking в king's fall блять рейд пиздец там был ёбаный пиздец тактик никто не знает рейд только открылся лайта ни у кого нет блять пушек ни у кого нет кто-то блять с урусом кто-то блять с синей фьюженкой нахуй это был пиздец нахуй игорь тогда еще был после операции у него то проблемы с носом были постоянно блять к нам к пиздец был кое-как мы закрыли этот рейд эмоции было выше крыши блять все дела я создал трех хантов ударил титаны варлоком нахуй играл тремя хантами закрывал этот рейд каждое кд фармил себе броню там лайта качал тогда еще light light поднимался только в рейде только блять вреди то мог поднять light хочешь light иди в рейд не идешь в рейд соси хуй вот так было и шмотки инфьюзились не один в один как сейчас а был разброс по моему до 10 пунктов то есть типа ты вливаешь у тебя есть смотка тысячная да ты вливаешь и в другую шмотку и у тебя может до 10 пунктов отняться то есть она будет не 1000 там девятьсот девяносто два типа такая хуйня была я это все время стримил на twitch через плойку но стримил как на пол рубля блять грубо говоря и на типа не было ни оформления канала не вебки соответственно нихуя короче не было ну и общался с чатом я блять очень неумело скажем так вот все это время я жил у донбассе а у донбассе на то время как вы помните происходили разные события поэтому время было очень интересное скажем так когда я играл в battlefield блять я иногда не понимал блять где сука взрывы с миномета на улице блять или в игре но то такое блять зимой я переехал к матери во львов перевез с собой конечно же плойку блять мониторчик нахуй всю хуйню сидел играл блять у матери во львове по и на квартире в дистане они мнения напиздел я монитор купил там у меня были какие-то бабки еще сохранены после работы я тогда работал в интернете с текстами приехал во львов думал ну там был телек который они перевезли из донецка туда но только этот там не было блять он был жека но hdmi там входа не было я сдался вопросом блять начал в интернете искать монитор купил монитор себе самсунговский играл начал начал играть на нем квартира была блять однокомнатная нахуй ван комната блять там жил я две моих сестры блять и мать ну как бы условия беженца блять из зоны боевых действий ну и каким образом я умудрялся там играть в дистане закрывать осирис и все эти ебучие и так далее к слову с переходом на монитор резко возрос к д блять и уверенность в себе потому что оказывается на телеке был такой ебовый input lag что в принципе эффективно играть на нем было блять невозможно и поэтому перейдя на моник ну типа я раза в три блять улучшил свою производительность в пп начал короче играть в травился еще плотнее чем обычно и товарищ сережа который milk pack ну и другие в чате редакции паблика тогда это уже был garden fm потому что произошли тогда определенные события в поблосе и паблик ну оттуда ушел один человек имя которого блять я рот ебал называть ушел один человек мы прям ну как мы они я тогда был никто я и сейчас никто судьба грубо говоря в общем ребята переименовали паблик он стал garden fm это было на середине taking king и настал тот момент когда у меня закончились бабки потому что работать своей давно не занимался жил чисто на заказах которые были ну на наработанных клиентах до которых я занимался текстами наполнением текстов текстами сайтов копирайтинг там рерайтинг хуя эти все дела я типа сам не писал у меня была куча людей которые писали были редакторы которые это все вычитывали я только блять туда-сюда заказы принимал заказ отправлял на работу люди писали тексты редакторы проверяли высылали мне я бы стал заказчику блять и вот так ну и короче к тому времени блять все мои заказчики которые у меня были закончились естественным путем ну я сделал всю работу короче все вниз все в них все было на мази мои услуги были не нужны значит начали заканчиваться бабки блять и то ли сережа то ли кто то ли на twitch на твиче мне говорили люди типа блять уел из типа давай серьезно стримить а у меня не было тогда не кнопки доната не оформление не веб-камеры нихуя не было вообще ничего не было я такой окей почему вы типа и нет товарищ сережа мелпак нарисованы тогда мое первое оформление на канале если старые видосы посмотрите на ютубе там возможно увидите старую заставку мы там черно-фиолетовая такая вот товарищ мелпак нарисовал мне оформление мое первое на канал ну я скажем так официально запустился было это весной когда таким king был ну когда на гуглите пацаны скажите весной короче года когда был год таким кинга даст не один и стриму я в основном травил скари то есть мы брали в чате людей ввели на series и делали им 70 вот такие были времена где-то через месяц по моему я добавил кнопку доната на стрим потому что у меня почему-то когда было такое тупое убеждение что типа кнопка доната на стриме это плохо блять это значит что я стримую ради денег тупо 15 сентября но в общем это было 2000 весна 2016 года грубо говоря я серьезно начал стримить в общем у меня кнопки на то не было на стриме долгое время и потом в чате пацаны типа ну блять добавь блять стас ну типа пора уже ну там давай добавляй кнопку короче сидела добавила кнопку доната знатно так охуел блять от донатов на собранные деньги купил себе карту захвата ну чтобы стрим был получше качеством вся хуйня музыка чтоб была на стриме блять все дела нахуй вот это вот все пошла музыка на стрим но качество картинки было хуёвое где-то в то же время мы начали в garden fm создали кланы типа метеор там орбита хуита была еще garden fm комета по моему блять или что-то такое я уже не помню по моему комета блять не знаю пвп клан жесткий пвп клан в которой отбор проводил блять я отбор проводился через дуэль один на один в приватном матче вот в одном из таких матчей при залетел короче ко мне коля доктор николай доктор кло вот и мы с ним поебашились короче и я могу смело заявлять как бы что это был переломный момент в принципе в истории моих стримов потому что доктор николай оказал неописуемую поддержку для меня в принципе в истории моих стримов потому что он помогал мне с настройкой стримов помогал мне заказывать карты с ибо этом эльга ту первую мы через него заказы но он помогал сказать какими он не бабками помогал пацаны это блять просто пиздец был там конечно не только коля но коля в том числе сколько как бы я больше всего общался потому что он был ближе всего ко мне по возрасту вот и ближе всего по духу коля горит типа твой ком типа хуйня мне забыл ноутбук тот же самый sony ваю ноутбук на котором я играл вот в тот варкафт тот видос который мы смотрели только что ну как только что но сегодня смотрели короче играть надо блять играть новый ноутбук я говорю какой горит надо macbook все пиздец я поставил цель на донат на стриме ёбаные там блять какие-то страшные цифры были пиздец типа сколько блять macbook 100 до 1030 гривен блять 1150 рублей наверное или или блять я не помню сколько я боюсь что много для меня это был блять шок нахуй просто просто шок купить был я поставил цель и по моему собрали мы очень блять быстро хоть четко понял что тогда оля был доктор клоу дима у него тогда был ник димонки сейчас он в поисках рассола он еще дискорде в разделе шейхов сейчас 100 долларовая подписка него на патроне вот димон тогда был коля и тотис лёша с москвы мужик мы тоже уже много лет блять все дела вот эти трое человек которые меня больше всего поддерживали тогда еще был слип который был самым первым но слип куда-то потерялся сожалению к сожалению не потому что не в плане блять из-за что перестал поддерживать потому что чувак был прикольный не знаю к сожалению что произошло и почему он перестал мне писать и на стримы приходить узнает ну так случается как бы возможно я что-то неправильно сказал возможно ему надоела игра не знаю в общем грубо говоря эти четыре людей были тем толчком который меня запустил скажем так в мир стриминга лёша тотис поддерживал постоянно я ну мог ему написать и сказать что блять лёша такая хуйня пиздец нужны бабки да белин да это и лёша поддержал лёша помог так же самое и коля я когда переехал в киев когда понял что для развития стримов не нужна отдельная квартира потому что я когда играл ну когда жила львови с родителями с мамой я стримил на кухне блять у меня на фоне сзади была ободранная стена блять колонка нахуй и печка и кухня была три на три метра блять и этом спал играл и блять это был ёбаный ад львов жара 40 блять миллионов градусов нахуй мать что-то готовит на плите я сижу пытаюсь играть в трайлсы в одних трусах блять то что ну это был ёбаный ад это был просто ёбаный блять одна хуй понимаете это был пиздец блять ну такие условия были такие были времена как бы я понял что мне нужно переезжать в киев тогда мне на это подбивал друг мой крестный брат denis говорит давайте поснимем квартиру вместе на двоих в киеве я говорю давай поставил на стрим блять цель донат блять гол блять переезд в киев опять же ребята помогли переехал я в киев ну и тут включился коля с широкой руки вообще не стесняясь заебашил мне просто блять все монитор блять компьютер нахуй карту блять захвата освещение блять хромакей сука просто все блять ну вот вот так вот для меня это был тогда блять ну полный пиздец потому что ну в принципе стримы и вот все все это все это дела они поменяли мое отношение к миру абсолютно я никогда не не мог себе представить что ну вот есть такие люди которые тебе могут просто помочь не знаю что они во мне видели лёша мне как-то написал потом горит тотис который он иногда заходит на стримы стат горит и я горит видел все потенциал горит я ведь не ошибался я горит вижу как ты вырос развился игрит я горит рад что я в тебе не ошибся коля мне ничего не говорил ну да ладно в общем николай меня обмундировал с ног до головы первый комп мы с ним купили собрали поставили начал я стримить destiny 1 через этот комп потом на носу блога с не два поля такой блять давай горит destiny 2 вся хуйня переходи на пока я нахуй метод пока блять я на консоль играю все заебись пока мне нахуй не нужен нет горит переходи блять на пока все пиздец и так ну там же блять destiny 2 не будет захватываться оба искать тебе нужен второй комп ну как бы за колей дело не встала собрали второй комп нарезание там какой-то блять ком был коля игре что рязань тогда было топ для стримов вся хуйня блять собрали второй комп начал я на нем стримить первые видосы панельная она уже нет ну короче на ножах вы найдете в общем начало стриме destiny 2 это я уже выжил в киеве тогда с 1 с денисом денис долго не выдержал блять со мной жить конечно потому что ну разговаривая во время стримов громко и блять громко короче не стесняю себя в выражениях денис в общем не выдержал напора не выдержал напора съехал для меня это был ёбаный шок потому что самому оплачивать квартиру в киеве это пиздец я тогда перебивался с копейки на копейку просто старая знакомая моя харцизка переехала ко мне из одессы пожили мы с ней поплатили за квартиру на двоих я уже не помню сколько блять полгода или меньше не ебу короче потом съехала и она потому что и она блять не выдержала нахуй моего распорядка дня который отсутствовал сука я принял волевое решение оплачивать квартиру сам и времена блять настали совсем сука нелегкие потому что доход мой свеча на то время был блять раза в два наверное или три меньше чем стоит у меня сейчас квартира в киеве но опять-таки помощью коле лёши димы я блять это все вывез все это дело но не только и конечно люди еще на стриме донатили и так далее ну а потом а потом потом блять вышел форсейкин ну и все пиздец дуста нажил дела пошли в гору блять все закрутилось завертелось нахуй я наконец-то блять смог сам оплачивать квартиру с того что я получаю свеча охуеть блять счастье блять ну и собственно вот мы блять как бы здесь короче путь был нелегкий путь был тернистый но благодаря тому что в этом люди есть в этом мире есть добрые люди которые что-то во мне рассмотрели я до сих пор не знаю что рассмотрели и помогли благодаря им я думаю в первую очередь все сложилось партнерка на твиче появилась в том же году когда я переехал в киев с ней один как познакомился с дэспом как рассказывал дэсп он узнал что дуста на 2 выходит на пока предзаказал его ну и просто увидел какой-то чел короче стримит в русской платке твича вроде бы нормальный чел вот ну и начал меня стримах сидеть потом помню garden fm запускали какой-то конкурс по nightfall и что-то я с ними ходил то ли тренировались мы вместе то ли чё но я не участвовал в конкурсе и чё там и ну раз общались я понял что нормальный чел вот он увидел что толковые знающий типа серьезный подход ну как это писательная ну блять ну что нормальный чувак знаете нормальный блять начали общаться и я понял что он очень помогал разных вопросах со стримом и в принципе появлялся часто на стриме и как-то я не помню как его сделал мотором честно говоря но как вы понимаете сделал да в общем парни хочу вам сказать что все все что у меня есть сейчас ну там типа канал там да вся хуйня всем этим я обязан грубо говоря вот этим трем людям в первую очередь который самого начала не дали так сказать мне это все бросить короче говоря очень сильно повезло очень блять очень сука сильно повезло сложились блять звезды нахуй планеты блять стали в ряд очень сильно повезло и Продолжение следует...